Вот и пришло время сделать некоторые выводы из проведенных мною исследований. Зрители, видевшие недавние фильмы нашего канала, поняли, что мы затронули вопрос устройства не только допотопных цивилизаций, но и сегодняшний, нашей. Проводя эти исследования, я долго искал следы тех сил, которые реально правили и ими, и нами. Я собирал пазлы обрывков информации, зашедшей до нас в истории Шумера, Древнего Египта, Греции, Римской империи и средневековых городов государств Европы и Азии. В этой работе мне помогали труды исследователей реальной истории. Всех я сегодня перечислять не буду, но с помощью очень хороших работ многих авторов сайта тартария.инфо я, по крайней мере, разобрался с устройством центральной власти Метрополии, которую мы сегодня знаем под именем Тартария. Может быть, конечно, она называлась и Асией, и Русью Яро, но этот вопрос нужно еще исследовать. Хотя они реально открыли глаза на то, где был центр прошлого мира. И это была северо-восточная часть континента, который сегодня называется Евразия. А территория, которая непосредственно находилась под управлением этого центра, на западе простиралась до Поволжья, а на юге практически до самого Едийского океана. Все остальные территории северного полушария делились на семь царств, которые были подчинены этому самому центру. В работах Андрея Кадыкчанского приведены обширные свидетельства европейских путешественников ко двору Мангухана, столицу того допервопотопного мира, город Камбалу. Представленный в этом фильме вывод не является теорией, это лишь наша частная гипотеза. Но я все же думаю, она не очень далека от реальности. И она позволяет заглянуть в ход деградации двух допотопных цивилизаций, процветавших на нашей планете в период нескольких столетий до нас. А погибли они, как я считаю, из-за своей деградации, вследствие потери контроля над ними высшими силами. А эти силы просто были на одну ступень выше, чем мы люди. И в принципе являлись такими же людьми. А также, скорее всего, произошло вмешательство противоположных им сил, тоже с более высшей ступени развития. Как я уже сказал, в своих работах мы не рассматриваем совсем древние цивилизации, их катастрофы и войны. Мы рассматриваем только две из них. Ту античную, погибшую на рубеже 17-18 веков, и ту межпотопную, засыпанную глиной в середине 19 века. Но по многочисленной имеющейся информации, в частности из славяно-арийских, индийских вет, цивилизаций на планете было пять, а мы есть пятая. За последние несколько столетий я рассмотрел всего лишь две погибшие цивилизации, где мы третья. Опять же ту античную и межпотопную и нашу. А вот по восстановлению хоть какого-то облика двух предыдущих, совсем древних, нужно проделать еще очень длительный исследовательский путь. Скажу лишь то, что пока одной из этих двух нерассмотренных нами цивилизаций, одну мы называли мегалитической, и по моему мнению, она предшествовала античной. Пока это сказать, конечно, очень сложно. Информации очень мало, но то, что мы собираем, мы пытаемся анализировать и делать какие-то предварительные выводы. Озвучу еще одно важное замечание. Мы с вами прямые потомки той самой погибшей в середине 19 века межпотопной цивилизации. Мы с вами правнуки выживших в ней. И внешне, и внутренне мы точно такие же. Мы, правда, немного другие по причине изменения социума и миропонимания. И изменены они у нас именно теми силами, захватившими власть в середине 19 века, после этой глобальной катастрофы. А кто эти силы и будет показано в этом фильме? Я выскажу свою гипотезу ответов на давно волнующие зрители моего канала вопросы. Кто скрыл от нас научные знания предыдущей цивилизации? Кто довел уровень нашего образования до полного примитива? Кто же повсеместно избавляется от нашей с вами белой расы? Какое же общество нужно этой новой, по историческим меркам, мировой элите? Какие цели и задачи она решает? И что же предпримет так называемый глобальный предиктор против распространения деградации этой захватившей власть элиты? Соответственно, за этой элитой деградирует и все планетарное общество. Как же предиктор планирует достичь равновесия? И чем же он перетянет канат у захвативших эту власть? По моей гипотезе, в районе 1700 года, это как раз есть рубеж 17-18 веков, в северном полушарии существовала конфедерация семи царств под управлением единого центра. В царствах жили этнически и генетически родственные рода. Некоторые из них мы с вами знаем как Кривичий, Лютичий, Вячичий, Венедов, Скотов, Сарматов, Тангутов и Катайцев. Но перечислять все известные имена родов займет достаточно много времени. Потому перейдем к южному полушарию. А там, скорее всего, жили не родственные рода тем северным родам. И этнически, и генетически они были разными. Но сегодня нас интересуют именно наши предки из этого самого северного полушария. Потому сегодня мы рассмотрим только северную конфедерацию семи царств. А рядом с нами людьми в этих семи царствах жили антропологически другие люди. Те самые с более высокой ступени, о которой я говорил раньше. И это были те самые легендарные асы. Они непосредственно возглавляли и направляли развитие людской цивилизации севера. Они давали знания и идеологию. Построенное ими общество, судя подошедшей до нас информации об его устройстве, было реально демократическим. И держалось на том, как и переводится слово демократия, на власти народа. Но это была далеко не сегодняшняя либеральная демократия, в которой от власти народа остались лишь названия. Для себя же назовем эту форму управления или построения общества так же, как в фильме «Звездные войны». Это республика. Образ того мироустройства дошел до нас в разрозненных и раздвинутых по шкале времени свидетельствах официальной исторической науки, о древнегреческой и новгородских демократиях, а также о жизненном укладе Древней Руси. Та демократия, власть народа, была властью духовно подготовленных личностей, упорядочивших пространство вокруг себя, то есть фактически глав семейств. А для самих этих личностей власть давалась им на время, выборным путем, где выборщиками были такие же, как и они, упорядочившие пространство вокруг себя. Получается, из этих упорядочивших выбирались только лучшие. Но очень большая поправка. Эта власть народа была властью народа, входившего только в три высшие варны. Может быть, кто-то меня поправит, скажет, что варны было четыре, но для понимания возьмем пока три. Первая высшая варна – это варна собственников земли крестьян. Вторая варна – это варна управленцев, которая из них выбиралась, из этих же крестьян. И высшая варна – варна брахманов по-индийски или по-нашему волхвов. А вот к остальным людям, не входившим в эти три высшие варны, представители трех высших же варн относились как к детям. Они направляли их жизнь, помогали, хвалили, но и ругали, и даже наказывали. Одно только – эти дети были-то взрослыми, и лютая ненависть к своим учителям зрела в их сердцах. Многие на своем опыте знают, как это бывает. И все это было первой слабой стороной ведического, демократического, республиканского устройства общества. Но покуда у руля находились асы, в целом все это было для социума не страшно. Даже изгои из высших варн не могли выступать против общества. Хотя они имели, конечно, знания и возможности, и попав в Нижние Варны, могли организовать народ к мятежу. Но этого не делали. Скорее всего, они просто шли к другим народам, и там таились, организовывая дикие племена. А диких племен, видимо, было масса. Но все они были где-то на юге, за границами Семи Царств. Самое страшное другое. Среди асов иногда происходило то же самое. Это изгнание отдельных богов за проступки на землю. Это, конечно, аллегория. Но асы реально изгоняли некоторых провинившихся из своего общества. И те скитались как одиночки. Иногда встречая таких же, как и они, сбивая из какие-то группы. И шли они опять за границей Семи Царств к слаборазвитым людским родам. А вот другие асы, неизгнанные, но склонные к таким же проступкам, за которые изгонялись их собратья, также затаивали злобу, и не меньшую, чем те изгнанные. И в среде богов они тянулись к таким же единомышленникам. И все вместе, сбившись в тайные группы, ждали своего часа. Страх быть изгнанными, как всегда, был основополагающим условием объединения. И этот страх, крепче кровных уз, держал их вместе. Именно на этом страхе и сплотилась группа асов, которых мы знаем теперь как антов. От слова анти, против. Видимо, анты ушли сами и подчинили себе целый регион островов в Атлантическом океане, а также часть Центральной Америки. Чтобы удержать эти народы в узде, они в соответствии со своим представлением о мироустройстве вели другие законы для тех родов, к которым они пришли. Результатом чего стало падение старой варновой системы. И небольшая группа антов, собрав надзирателей из людей, возглавила остальных. Это была диктатура меньшинства элиты над бесправным большинством. То есть та самая империя из звездных войн. Элита собрала в своих руках все материальные ценности. И полностью стала их перераспределять. Большую часть себе, какую-то часть они отделяли на прокорм надзирателей. В общем, все то же самое, что и в недавних империях 19-20 веков. А вот всех остальных они просто запугали. Не была тогда еще придумана соответствующая идеология для холопов. Типа нынешнего всем известного библейского проекта. Атланты просто каждое утро на восход солнца прилюдно вырывали сердца группе избранных или осужденных людишек. Все остальные в страхе, что до них дойдет очередь завтра, вели себя очень тихо. И на верховную власть даже глаза поднять боялись. Вот так элита в Атлантиде и отделилась полностью от народа. И жила себе в свое удовольствие, присваивая все продукты труда остальных. И по ее мнению, это был порядок лучше, чем тот демократический, ведический порядок самой митрополии. А вот саму митрополию этот Атлантический вариант, конечно, в корне не устраивал. Они знали об этом старом пути деградации общества и знали его последствия. А последствия для развития человеческих сущностей и их реинкарнации для достижения высшей цели, видимо, были очень серьезными. Путь Атлантов тормозил этот процесс или даже делал его невозможным не только для них самих, но и подчиненных им родов. Асы вмешались и началась война богов. Все это, по моему мнению, случилось на заре той самой этичной цивилизации, которая, как мы знаем, погибла на рубеже 17-18 веков. А вот когда точно была ее заря, пока сказать очень трудно. Было это от 3 до 6 тысяч лет назад. Результатом той войны стала гибель этих островов в Атлантическом океане. Они и сейчас хорошо видны на его дне и очень похожи на очертания нашего крымского полуострова. Вот вам и Крымская Атлантида, описанная некоторыми исследователями. Они опирались на старые ее карты, Атлантиды в смысле. И они очень сильно напоминали очертания Крыма. А вот и их города. Где-то здесь ее столица Солидон. Он имел радиальную форму с пятью пирамидами в центре, вокруг которых зеленели сады Эдема. А вот на входе в канал стоял огромный, несколько сотметровый маяк. А вот народ, позволивший себя подчинить, утонул вместе со своими хозяевами. Правда, часть антов выжила и бежала с планеты. Но дух их не умер. И очень скоро он опять возродился. Пророс новыми всходами почти во всех из семи царств. Анты хоть и ушли с земли, но влиять на социум они все же могли. И поджидали заблудших овечек среди управленческих варн метрополии всегда. Чтобы через них вернуть империю и вернуться на землю в свою среду. И со временем они, конечно же, дождались. Ведическая метрополия достигла своего пика развития. Разбокатела. И некоторые управленцы, я думаю, на ее окраинах, начали беситься с жиру. Они стали впадать в разврат и лень. А лень – двигатель рабовладения. И вневарновые люди потихоньку из детей, которых раньше учили, стали превращаться в рабов, которых теперь продавали. А желанием этих отдельных представителей варн и управленцев стало одно – остаться управлять по истечению срока. И оставить все положенное по статусу себе в собственность. И передать это все детям. Тут анты и проявились. Я думаю, только тогда, поодиночке, они стали проникать на землю. Как учителя. И собирали они вокруг себя не только тех самых управленцев, но и других недовольных, коих в любом обществе всегда достаточно, какое бы оно золотое не было. Но теперь на вооружение они взяли идеологию. И построили о ней на всем известных религиях. Главная цель которых – это смирение людей и обожесление эксплуататоров. Вывод один. В среде второго высшего сословия управленцев расцвел имперский сепаратизм. Прямо как в фильме «Звездные войны». Один из сенаторов, который потом стал императором, подтачивал основы республики для захвата единоличной власти. Процесс пошел. В некоторых областях, дождавшись удобных случаев и пользуясь особенностями развития ведизма, ввели запреты на прежний переход из Варны в Варну, в смысле при жизни, как сегодня в Индии. Принадлежность к касте – ермо на всю жизнь. Позднее боярство в момент смуты якобы 1612 года уже представляло закрытый от всех круг, в котором за царский стол еще не трон бились эти самые боярские рода, толкая своих отпрысков к председательству на столе. А что такое председательство на столе, мы с вами рассмотрим ниже. Это было лишь начало имперского уклада. Но в страхе держать общество новые империи все же не перестали. Они уже начали фактически организовываться де-факто. В общем, имперский дух в окраинных царствах прорастал все больше и больше. И фактически эти окраины уже управлялись единолично, как при империях, монархами. Но они все же еще боялись центральной власти. А народ они все равно по привычке в страхе держать не перестали. И по всей, в частности, Европе запылали костры инквизиции. Несогласные полетели в костер. И все это делалось под католическим флагом новой религии, в которой эта элита была объявлена помазанниками божьими. Аналогичные события с Европой происходили также в Малой Азии, в Северной Африке, в Персии, в том дилийском султанате, который потом захватили великие моголы. Но центр был еще здоров. И он отреагировал. Центр просто ввел военное управление во всех вышеперечисленных областях. Теперь мы знаем эту форму борьбы с имперским сепаратизмом, как Османская империя, империя Тамерлана и, конечно же, империя великих моголов. Но таких, видимо, империй было много. Скажу лишь одно, что все вышеперечисленные империи, самим словом империя, были названы гораздо позже, уже после катастрофы 17-18 веков, когда они до империи деградировали. Но в начальный период, выполняя основную задачу митрополии, эти военные управления, наоборот, разбили имперских сепаратистов на местах и вернули вендизм и древнее благочестие. И все это, как я уже сказал, делалось реально из центра, той самой еще не погибшей митрополии. Задача была оттеснить элиту от власти и просто военным путем вернуть общество в прежнее русло, ведическое, республиканское, демократическое, подавив все имперские очаги. Но это все, еще раз скажу, было до катастрофы 17-18 веков, которая спутала все карты. Но с Европой и Северной Африкой, центром имперского мятежа, митрополия ничего сделать не успела. Война, длившаяся практически целый век, просто переросла в горячую фазу и, соответственно, вызвала глобальную катастрофу. Целый век – это с начала 17-го до его конца. Катастрофа же стерла с лица Земли всю античную цивилизацию и, скорее всего, не только на нашей планете. Похоже, война шла во всей Солнечной системе. Асы и анты, или ваны, бились не на шутку. Следы этой войны мы видим и на завалившемся на бок Марсе. Как и Земля, он имеет наклон оси своего вращения более чем на 20 градусов. Одна Венера так и стоит сегодня прямо. Гиперборея – Земля Асов ушла под воду. Как и Атлантида, несколькими тысячелетиями ранее. Выжившие Асы с Земли ушли, и мы остались одни – восстанавливать опустевший мир. И смогли мы построить только империи на радость Антам. Межпотопная цивилизация включала в себя империи двух типов. Тип первый – Московская Тартария, империя Великих Моголов, Османская империя и еще какая-то часть различных тартарий с тех самых старых карт. Скорее всего, в начальный период они все были союзными друг к другу. Так как в допервопотопный период были построены военными, которые наводили порядок по указанию погибшего центра митрополия. Но в этих империях были сильные ведические настроения. И они, видимо, после преодоления последствий катастрофы, планировали восстановить прежний уклад ведической демократии. Назовем это республикой. По аналогии со Звездными войнами. Второй тип – это Священная Римская империя, возникшая до мировой катастрофы, как центр имперского мятежа. Эта империя, видимо, как и в античный период, так и после межпотопный управлялась напрямую антами. И планировала она только лишь укрепление той имперской власти, а заодно и подчинение всех тех империй из первого типа. Но во всех этих империях, включая и первый, и второй тип, варны так или иначе превратились в сословия. Вся элита передавала власть и имущество уже по наследству. А императоры имели абсолютную и неограниченную власть. Правда, Священной Римской империи, то есть Европе, был еще очень важный центр и финансов, и идеологии. И это, как мы знаем, Ватикан. В этой Европейской Священной Римской империи была реально жесточайшая система имперской эксплуатации меньшинством большинства. Еще, кстати, похожая по формации империя была та самая Чайна, но о ней не сегодня. В общем, империи с человеческим лицом вынуждены были сосуществовать с империями без этого лица. И, видимо, в межпотопный период конкуренция между двумя этими формациями империи была очень жесткая. Но катастрофа середины 19 века разрушила и тот мир, межпотопный. Причем, в отличие от катастрофы 17-18 веков, где война вызвала сам этот потоп, в середине 19 века первичной была катастрофа. И она произошла по внезависящим от людей обстоятельствам. Я думаю, что комета Вьемонта сбила с орбиты второй спутник. Люди были достаточно развитые на Земле и были готовы к этому. Видимо, они даже нанесли удар по этой комете. Но, скорее всего, просчитались. Они и дальше продолжали измельчать на Армите ее обломки и обломки спутника, превратив их фактически в облако. По крайней мере, след лишь от одного большого обломка мы видим в Северном Тибете, который образовал пустыню Токламакан. Остальное все падала абсолютная мелочь, которая образовывала песок вдоль траектории и пыль в атмосфере, но впоследствии образовавшая ту самую глину, засыпавшую первые этажи по всему миру. Самое интересное, что от этой второй катастрофы больше всего пострадали как раз империи первого типа. Тот самый след в Токламакане тектонически изменил огромное пространство Алтая, Забайкалья, Дальнего Востока, фактически разрушив весь север Индии. Там образовались новые горы, Гималайя. А все вокруг засыпало песком. И этот песок засыпал не только Северную Африку, но и Среднюю Азию, Тибет, часть Индии и даже часть Западной Сибири. А пыль, как мы знаем, смешивалась с водой в атмосфере и засыпала практически всю территорию нашей планеты слоями от 1 до 50, а даже местами до 100 метров. В зависимости от концентрации пыли над теми районами, которые она засыпала. Территории Средней Азии и Северной Африки практически полностью обезлюдили. А Московской Тартарии, Османской империи, империи Великих Моголов был нанесен непоправимый вред. А вот Священная Римская империя в Европе пострадала меньше всего. Еще поправка на Северную Африку. Скорее всего, в межпотопный период Северная Африка уже не была центром Священного Рима, как до Первого потопа. Судя по мамилюкам, которые в Египте встретил Наполеон, Северная Африка была под таким же военным управлением, как и Османская империя. Только название той империи мы теперь не знаем. Но этот вопрос требует отдельного исследования. Кто же перехватил власть во вновь разрушенном мире? Мало перехватил, еще и добил ослабленные катастрофы империи первого типа. И судя по следам от применения оружия массового поражения, которое неоднократно рассматривал Алексей Кунгура в своих фильмах про орбитальные бомбардировки, больше всего этих следов в Западной Сибири, по Волжье, Урале, нынешнем Казахстане. Четкий пример города погибшего в тот момент это Екатеринослав. На месте его центра находится сейчас воронка. Какой-то вроде как лиман. Но и Екатеринослав находится вообще в Российской империи. Скорее всего Российская империя в межпотопный период была близка Московской Тартарии. И в ней был нанесен удар по промышленным объектам и объектам инфраструктуры. Отдельно. Столица и большие города не бомбились. Кроме Екатеринослава, как мы видим. А Екатеринослав был видимо большим центром того самого Донбасского промышленного региона. Европа таких следов не имеет. По моему мнению, она сразу попала в зависимость от сил пришедших к ней к власти. И эти силы внезапно и безответно, воспользовавшись вооружением, имеющимся у этой Священной Римской империи, которая, кстати, тоже в тот момент перестала существовать, нанесли удар. И удар, как я уже говорил, пришелся по Московской Тартарии, части Российской империи, части Османской империи и Средней Азии. А в Священной же Римской империи власть от королей и католиков забрали те, кого мы сейчас зовем протестантом. Так кто же перехватил власть в этой Европе и уничтожил конкурентов? Помните торговую федерацию из звездных войн? Ту, которая напала на планету Курасан своей наемной армией? Теперь, наместник, вам придется за все ответить перед Сенатом. Можете проститься со своей торговой лицензией. Проведем параллель с Генуей, Ганзейским Союзом и уже межпотопной Ост-Индийской компанией. Похоже? Вопрос только один. Кто за ними стоял? Ни анты и ни асы однозначно. Это сейчас трудно сказать. Вообще, мало ли с кем торговала эта торговая федерация в космосе до первого потопа и с кем она договорилась в межпотопный период. Теперь о самой этой федерации. Еще в те античные, в кавычках времена, в ведическом демократическом укладе сформировались слои общества на основе их профессиональной деятельности. Такие вот артели. Первая высшая варна состояла не только из крестьян, собственников земли, вайшью по-индийски, но были в той же варне и ремесленники, и строители, и металлурги, и, конечно же, торговцы-купцы. Все общество представляло собой слоеный чайный гриб, где каждый слой был слоем особой профессиональной деятельности, как я уже говорил, артелью. А каждая артель имела свои интересы, внутренние правила, тактику и стратегию. Но торговцы были уникальными. Их задачей было взаимодействие между всеми слоями этого гриба. Они были нужны всем. Через них шел товарообмен. И тогда они были реальной кровью общества, разносящие жизненно важные элементы питания и обмена по всему тому организму. А так как они все-таки были представителями одной из высших варн, духовный рост был и для них. Они также избирались и попадали в варну управленцев и даже становились волхвами, идя по ведическому пути того же роста. Но, как я уже сказал, артель была реально уникальной и имела уникальный от остальных собственный уклад. Они же хранили и доставляли денежные средства и товары по всему миру. В их среде возникали первые банки и страховые компании. Конечно же еще без судного процента. До нас об этом дошли обрывочные сведения в виде информации об ордене темплиеров и о построенной ими финансовой системе векселей и авизор. Конечно же с течением времени в этой артели выделились свои лидеры и иерархия, сделавшие ее настоящим торговым союзом. Причем союз этот был реальной федерацией. В него входили представители различных родов. Сам же ведический строй античной республики имел механизм сдерживания торговцев, да как и всех остальных варн и артелей. Да и сами торговцы, входя в высшие варны, чужими себя в обществе ведическом не чувствовали. А вот в империях они в элиту не вошли и оказались в среде холопов. Им было позволено, конечно, чуть больше, чем остальным холопам. Но собственностью в империях владел только император и аристократия, приближенная к нему. А торговать было для них грязным делом и даже родниться с торговцами. Вот и пришлось торговцам просто молча кланяться. А имперские чиновники просто стали им закручивать гайки. Причем с тремя целями. Первая цель не дать развиться конкурентам до их уровня, вовремя обобрать торговца. Вторая цель банальная нажива, а третья, как обычно, просто дурь. В общем, в начальный период становления империй торговцам пришлось, видимо, очень тяжко. Но дальше они научились бороться за выживание. Они сделали закрытые органы управления, практически подпольные. И такими же сделали они свои финансы. Разумеется, следующим шагом у них было смести этих имперских чиновников. Для этого они начали готовить свою идеологию, которую мы сегодня и знаем в виде оформленной религии протестантизма. И этот протестантизм в виде кальвинизма и лютеранства начал прорастать в той католической священной империи еще фактически в античное время. Во время инквизиции. То есть до первого потопа 17-18 веков. А вот межпотопный период он только усилился. В межпотопных империях первого типа, в частности в московской Тартарии и Руси, у купцов таких проблем, как на западе, в священной римской империи, конечно же не было. И жили они припеваючи. Что мы видим по многочисленным свидетельствам жизни тех купцов 18-19 веков. Потому они и не вошли в ту самую западноевропейскую торговую федерацию. Это те боролись за выживание. И не они были не нужны русским купцам, не русские купцы им. Слишком разные у них были проблемы. В общем теперь понятно, что главный враг торговцев это империи. И с ними они боролись и борются постоянно. И в наше время любые имперские проявления быстро гасятся. Это мы знаем на примере Ливии и Ирака. Хотя торговцы сегодня построили ту же самую империю. Только вместо титулованной баронами и графами аристократии у власти их невидимые иерархи. Они просто привыкли скрываться и не устраивают прилюдных балов. Не ездят по улицам в коронах в сопровождении челюди. А всем западом вроде бы управляют выборные президенты. И для западных народов конечно же видимость реальной демократии. Но все это как мы понимаем камуфлирование просто чистой империи. Которая находится внутри. Но как писал Георгий Климов в своих книгах «Князь мира сего. Протоколы советских мудрецов и откровения». Любая общественная формация деградирует. Ее жизнь как жизнь человека имеет свое детство, расцвет, старость и смерть. Как мы понимаем это постигло античную цивилизацию. В тот самый античный период. И это же постигло межпотопные империи. Так деградировала империя великих моголов, осман, империя восходящего солнца. И все они стали добычей новой торговой федерации. На тот момент это был волк. Ост-Индийская торговая федерация в овечьей шкуре Британской империи. А волкам торговцам пришлось стать именно в этой имперской среде. Той самой священной римской империи. Носителя ангского имперского сознания элит. Ост-Индийская компания не сразу перевернула жизнь в вышеуказанных империях. Она постепенно поглощала экономику этих империй. А экономика это кровь общества. И в конечный период своего существования империя великих моголов была уже полностью разложившейся коррумпированной страной. Скупленными раджами. И реально император или как его называли великий могол свою власть уже практически потерял. А вот после катастрофы середины 19 века торговая федерация организовала свою торговую империю. Которую мы теперь знаем как Великобританию. И тут же начала процесс непосредственного подчинения политической власти тех стран в которых имела свои фактории. Экономическая власть как мы понимаем давно была уже в ее руках. Все это теперь известно как колонизация. И коснулась эта колонизация практически всего мира. И после катастрофы торговая федерация уже называющейся Великобританией начала действовать силой оружия. И просто отнимать власть. Как мы знаем в 1858 году она полностью фактически подчинила себе империю великих моголов назвав ее Индией. Английская колонизация коснулась как мы знаем и большей части оставшихся после катастрофы империй. Такие как Индия, Австралия и Канада были полностью подчинены английской короне напрямую. В некоторых как в Японии власть императорам оставили. Но экономика была полностью в руках английских банков. Так как же смогла торговая Ост-Индийская федерация подчинить себе две трети мира? Я думаю это было так. Планетарная катастрофа 40-х годов 19 века уничтожила большую часть населения планеты. Выжившие боролись за выживание. Был хаос и голод. Были разрушены заводы и энергоцентры. Восстановление нормальной жизни требовало глобального объединения и подчинения всех одной цели восстановления. Но империи как всегда имели между собой противоречия. Те докатастрофные. Из-за их двух типов. И договориться эти выжившие монархи скорее всего не смогли. Тут-то торговцы имеющие четко выстроенную в негосударственную систему управления. Финансы и технические возможности быстро навязали правила игры той самой Священной Римской империи. Ну может быть там в Европе было еще парочку каких-то европейских монархий. А по Московской Тартарии как мы теперь понимаем. Основного противодействующего Римской империи государству. Они просто нанесли удар оружием массового поражения. Причем нанесли так удачно, что даже не получили ответа. Российская империя, как я уже говорил, скорее всего была под влиянием Московской Тартарии. Потому тоже подверглась отдельным ударам. Но как-то она все-таки смогла договориться. В этом очень большая роль Александра Второго. Который принял какие-то законы и правила игры Запада. Это мы теперь знаем как отмена крепостного права. Но было ли это крепостное право? Сейчас сказать очень тяжело. Что же реально поменял Александр Второй в той Российской империи? А Николай Первый скорее всего либо умер, либо погиб. Фактически в посткатастрофное время. Роль Александра Второго конечно же надо рассматривать дальше. Пока сказать тяжело. Но он скорее всего был тем самым российским Горбачевым 19 века. И в новой дележке мира ему выделили все-таки кусок. Он получил практически безлюдный еще с времен Первого потопа северо-восточной территории Евразии и новые территории Московской Тартарии. Западную Сибирь, Среднюю Азию и еще какие-то незначительные территории. Видимо получил ненадолго и Аляску, пока шла разборка в Америке. Потом ее у него забрали. Где торговая федерация взяла оружие массового поражения, примерно понятно. Они достаточно быстро установили свою власть на территориях нынешней Франции. Бывшей части той самой Священной Римской Империи. Которая видимо включала в себя всю Европу. Это в смысле было до потопа середины 19 века. Конечно же торговая федерация завладела оружейными арсеналами. Но помощь в нанесении этого удара какими-то третьими силами, видимо космического происхождения, конечно же не исключается. Но как я уже ранее говорил, эти помощники были не анты и конечно же не асы. Торговая федерация нашла каких-то других покровителей. И видимо даже сегодня они продолжают с ними торговлю золотом и нефтью. Количество добываемой и потребляемой нефти, по крайней мере как заметили многие исследователи, сильно разнится. По золоту вообще вопрос отдельный. Интересно одно, что же земные торговцы получают за это взамен? Придя к реальной власти в большей части мира, эта самая торговая федерация собрала большую часть оставшихся технологий и ученых. И законсервировала эти знания от остального населения планеты. Далее в два этапа они начали постепенно фальсифицировать историю, литературу и саму науку. Науку они фальсифицировали в целях упрощения, для удержания естественного развития технологий. И это развитие стало им полностью подконтрольным. Они сами инициировали внедрение чего-то нового, типа тех же компьютеров. Действия фильма разворачиваются в США после окончания гражданской войны. По всей Америке начинают таинственно исчезать лучшие ученые из области физики, химии, гидравлики и прочих направлений. Но я думаю, многим понятно, откуда они реально доставали эти знания. А вот историю с литературой фальсифицировали чисто для обоснования своей власти. Почему я разделяю периоды фальсификации второй половины 19 века на два этапа? Мне кажется, первый проходил после самой катастрофы, с конца 40-х годов 19 века и где-то по конец 70-х, начало 80-х годов того же века. В этом этапе фальсификации торговой федерации не удалось все сразу изменить. А почему так получилось? Да потому что начали оживать конкурирующие им империи. А в них тоже же оставались какие-то знания. И в основном конкурентами торговцев были две империи. Первая империя Бисмарка, ее мы сегодня знаем как Германия. В 70-х годах 19 века Бисмарк объединил раздробленные княжества. Но это так пишут. А скорее всего он просто объединил одну из частей той Священной Римской империи. А вторая империя это всем нам известная Российская. Во времена до катастрофы она была реальным союзником Московской Тартарии. Об этом я говорил раньше. В самих же этих империях были конечно же внутренние трудности. Но самое главное, они друг с другом не очень ладили. Чем торговцы впоследствии и воспользовались, устроив Первую мировую войну. Хотя надо сказать, что и часть экономики этих обоих империй тоже была в руках торговой федерации. Но федерации было видимо этого мало. Поэтому британцы начали тихий процесс финансирования в обоих империях революционных движений. Задача у них стояла обычная. Уничтожить конкурентов. А конкурентами в этих империях была местная аристократия и местные же торговые элиты. Которые они не приняли свою торговую федерацию. Как я уже говорил о разности пути их развития. Торговая федерация Запада выросла в рамках той самой жесткой империи Священной Римской. Где ее уж сильно притесняли. А вот российская торговая элита жила на взгляд западников очень даже припеваючи. Почему они не приняли в свои ряды немецкую торговую элиту пока непонятно. А хотя не приняли ли, по крайней мере нашей торговой элиты российской после революции вообще не осталось. А немцы еще живы. Как-то они смогли договориться. Видимо были связи у них всегда. Но у торговцев не все шло так гладко как кажется. К концу 19 века зоны их влияния оставались те же, которые они схватили сразу после катастрофы. Это территории британских колоний. А также США, Канада и Австралия. Дальше колонизировать мир напрямую они уже не могли. У них просто не хватало человеческого ресурса. Например в Индии административный аппарат после колонизации был полностью британский. Даже включая полицию. Представляете сколько англичан вынуждены были покинуть свою родину и уехать в Индию. И не только же в Индию. Практически они разъехались по всем колониям. И в Африку, и в Америку. Есть даже свидетельство, что в самой Британии возникла нехватка управленческого аппарата. А вырастить подконтрольных себе руководителей из местных элит у британцев просто не было времени. Они это сделали позже, когда отменили колониальную систему в конце 40-х годов 20 века. А вот тогда, в 60-е и 70-е годы 19 века, они и придумали экономическую колонизацию. И начали подтачивать наиболее слабые империи. Которые тоже восстанавливались, как германская и российская. Но были намного слабее. В зону их влияния попала Япония. Потом попал Китай. Ну и та самая Османская империя. К концу 19-го, начало 20-го веков, торговцы избавились от аристократических элит практически всех этих трех стран. Но все то же им удалось сделать из Германии и Российской империи. Только в более жестком виде. Вернемся ко второму периоду фальсификации. Он начался, по моему мнению, с конца 70-х годов 19 века. И окончательно закончился только после победы над этими всеми империями. В 20-е и 30-е годы 20 века. Только тогда была окончательно закреплена нынешняя версия мировой истории, которую мы сегодня учим в школе. В ней уже не было сведений ни об античной, ни о межпотопной цивилизации. Они переделали даже языки общения в мире. Появился упрощенный вариант русского, немецкого, английского. Соответственно, на эти языки и переписали все старые литературные произведения. Конечно же, просеяв через мелкое ситоцензуру. И теперь нам совершенно непонятно, почему до 19 века так мало было писателей. А вот практически с середины 19 века начался настоящий мировой всплеск. Про науку я уже достаточно много говорил в предыдущих моих фильмах. Не зря Эйнштейн показал нам всем язык. Хорошо, что еще только язык. По сюжету журналистка Полли Перкинс расследует загадочные исчезновения ученых. И в то же время на Нью-Йорк совершается нападение огромных механических роботов. Но все же надо заметить, что кто-то регулярно подкидывал научные знания и в те самые разрушенные империи, германскую и российскую. И особенно это видно по нашей стране. Мы всегда, хоть и с запозданием, отвечали на внедрение Западом новых военных технологий. Но они у нас были какие-то в корне иные, хотя и похожие. Что, как я уже неоднократно говорил, свидетельствует о разных источниках распространения этих знаний. В 40-х годах 20 века британцы отказались от жесткой колониальной системы. Ими уже были подготовлены, как я говорил, местные кадры управленцев проанглийских. Но, как мы знаем из истории, все эти действия приведут к потере этого британского управления. Это хорошо видно по сегодняшней Германии. Сегодня у власти в этой стране проамериканская элита. Но национальная элита все крепче и крепче с каждым годом. И когда-нибудь она выиграет выборы в Бундестаге. Так что в стане врагов все не очень-то хорошо. У них сейчас многое трещит по швам. И однозначно в ближайшее время им придется сократить объем своего влияния в мире. Многие страны они удержать не смогут. Хорошо это или плохо покажет время. Но мировой порядок будет иным. С несколькими центрами. И видимо это будут центры новых именно империй. Интересно, станет ли наша страна империей или нет. Но это покажет время. Опять же, хорошо это или плохо решать каждому. А теперь вернемся в посткатастрофные времена. Во времена 50-60-х годов 19 века. В тот момент военного раздела мира. Получается, на первом этапе этого раздела. Российская империя успела выхватить себе только территории уничтоженной Московской Тартарии. Но в ней было не все так просто. Скорее всего, власти в Российской империи пришли круги, близкие к этой британской торговой федерации. Это к концу 19 века они заявили о самостоятельности. И попытались стать полными хозяевами Российской империи. Но в ответ получили от британцев Первую мировую войну, а потом и революцию. Но в 50-е и 60-е годы эти самые новые российские проанглийские элиты делили собственность погибшей допотопной империи. Или просто захватывали земли и заводы. Это в своем фильме «Загадки» Саввы Морозова хорошо показал блогер-председатель СНТ. Глядим по сторонам на эти величественные старые здания, которые сами пытаются нам сказать. Мы не те, за кого нас выдают. Да вы просто обратите внимание, какую перепланировку они пережили. И тут не нужно быть семипядей во лбу, чтобы понять, что строились эти здания одними людьми. А использовались и уже перестраивались совершенно другими. Мне кажется, что персонаж Саввы Васильевича Морозова был просто придуман. Некая легенда, откуда взялись деньги у следующих Морозовых. А оттуда же, откуда взялись деньги и у нынешних олигархов. Из его фильмов хорошо видно, что те самые Морозовы – новые владельцы брошенных после катастрофы заводов. Явно построенных до потопа. И у них такие же засыпанные первые этажи, как и у всех зданий вокруг. Может быть, единственное, что эти заводы использовались для другого вида производства, чем те, которые применяли там эти самые Морозовые. Но теперь к религии Торговой Федерации. А по религии мы, как обычно, судим об ее идеологии. Так вот, религия – протестантизм, кальвинизм, лютеранство. Эти религии в основном выросли в католической среде. Мы хорошо знаем историю Мартина Лютера, его борьбы с католиками. Основное идеологическое отличие протестантизма от католицизма – это разрешение судного процента. Значит, это реально религия торговцев. А вот в католицизме такой процент был запрещен. Значит, тот католицизм, включая и наше сегодняшнее православие, – это именно имперские религии. И их идеология – обожествление правящего класса, монархов, как помазанников божьих. Кто помнит книги советского периода времени, об этом очень хорошо было написано во многих советских изданиях. Типа «Религия опиум для народа». Конечно, сейчас, может быть, у нее совершенно другая идеология, но мы пока этого не знаем. И как к ней относиться? Опять это решать каждому для себя. Хотя, может быть, даже и так, что при потере ведической демократии – это наилучший способ удержать общество. А может быть и нет. Как я уже неоднократно говорил, к ведической демократии – общество может вернуться только с непосредственной помощью более организованных и развитых асов. То есть тех, кто стоит на ступени развития выше. Почему я так думаю? Попытайтесь поразмышлять сами. Мы, конечно же, должны пытаться это сделать. И, может быть, на каком-то этапе этой работы нам и помогут. Но пока сказать достаточно тяжело, будет это или нет. Я знаю лишь одно, что в империях власть никто сам не отдаст. В смысле ту неограниченную. А даже если у них эту власть отберут, те самые отобравшие будут распоряжаться этой властью точно так же. В чем же вкратце отличается ведическая демократия от империи? Почему идет постоянный процесс смены их друг с другом? И этот процесс очень болезненный. Он проходит через множество гибелей земных цивилизаций. В империи два сословия – господа и лакеи. Среди господ законы свои. Элита полностью, как в пирамиде, зависима от ее верхушки – монарха с неограниченной властью. Основная собственность в руках этого же монарха. Но много, конечно, собственности и в руках господ. Правда, их право этой собственности полностью зависит от того же самого монарха. Он может ее забрать, а может и ее наделить. Лакеи практически собственности не имеют. А вот торговцы, конечно же, собственностью располагают. Без этого никуда. И это очень не устраивает в империях аристократию. В этих империях законы и чиновники находятся в противоречии с интересами торговцев. Что очень мешает последним. Еще раз вернусь к тезису. Все законы в империи направлены на защиту именно аристократии и абсолютной власти. Как распорядителя основной собственности. И имперские чиновники, конечно, эти законы отстаивают. Так как они сами и есть эти собственники. А в быту они просто не дают торговцам развернуться. Они пытаются обложить тех самых торговцев взятками и данью. Забрать и продать у них выгодный контракт. А слабого торговца вообще разорить. Соответственно, купцы начинают сами рваться к власти. И попытаться убрать тех, кто больше им мешает. Тех самых имперских чиновников. Как обстоят дела в ведической державе? Конечно, с виду все очень похоже на империю. Но все да не все. Все правила и законы общественного устройства этой державы направлены на защиту интересов представителей всех высших варн. Собственность в ведической демократии распределена равномернее, чем в империи. Ей владеют все представители высших варн. Соответственно, больше возможностей для торговли и само общество становится более стабильным. Ну, соответственно, при стабильном обществе вырастает и его духовность. Торговцы входят в эти же высшие варны, как профессиональный артель. И противоречий с центральной властью, которую они сами же и выбирают, у них практически нет. А вот в империях торговцы просто относятся к лакеям и плебсу. Хотя нужно сказать, что в ведической демократии жизнь не входящих в высшие варны совершенно иная. В здоровом ведическом обществе шудрам просто помогают жить, подтягивая их на свой уровень. Но если ведическое общество заболело, шудры мгновенно становятся рабами и ими начинают торговать. И ненависть этих шудр начинает расти в геометрической прогрессии. Они ждут, когда нападут на дом хозяев и всех перережут. В общем, шудры становятся непримиримыми, скрытыми врагами своих хозяев. В итоге на них делают ставку имперские сепаратисты, внутри управляющих варны ведической демократии. Почему такие появляются, я уже достаточно много говорил выше. Получается, для нормального функционирования ведического общества нужна непоколебимая идеология. И все то, что обрывочно дошло до нас из вед и рассказывает об укладе жизни наших предков. А сама торговая федерация, придя к власти, становится такой же империей. Только вместо бывших аристократов и господ, в ней правят наиболее богатые и влиятельные торговцы. Единственное сильное отличие от империи, у торговцев нет видимых плебсу центров власти. Ни государственной, ни религиозной. Кто-то предполагает, что руководителем у них является королева Англии. Но мне кажется, все-таки это какое-то прикрытие. А вот религиозного центра, типа Ватикана, у протестанцев вообще нет. Где же он находится? Да он просто скрыт и, видимо, мобилен. Торговцы привыкли прятаться. И особенно в той самой имперской среде, которая воспитала в них все эти качества. Их коньком всегда был принцип выживания. Потому они научились строить отношения с внешним миром, как тот самый торговый маркетинг. И этот маркетинг и сейчас полностью подчинил себе политику. Из многих государственных лидеров сделаны просто бренды. Упрощенные образы, показывающие свойства и характеристики этого товара в кавычках. Суперкорпорации это скорее суперкартели 147 компаний. Их активы пересекаются друг с другом и фактически являются общей собственностью. Именно к ним сходятся все нити управления мировой экономикой. То, что сейчас я вам рассказал, это, еще раз повторюсь, моя гипотеза устройства прошлого и нынешнего миров. Как к ней относиться, каждому из вас решать самостоятельно. Я никому не навязываю свою позицию. Оно радует, что сегодня мы никому не кланяемся в пояс, не падаем ниц при приближении человека в короне, не делаем кум малиновым штанам. Но в торговом укладе все эти обряды просто лишние. А люди внешне думают, что все они равны. Но может так оно и есть. Сейчас у всех равные права. Хотя бы с видимой стороны. И все это сильно отличается от положения простых людей при тех самых империях, где скорее всего они были просто крепостными. На этом я заканчиваю свой достаточно тяжелый и длинный анализ. Кому понравилась моя трактовка событий, ставьте лайки, пишите комментарии. До следующих встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok